Рина, у меня к вам такой вопрос. Возникла тема в группе. Надо ли обращаться к Шатхану? Шатхан – слово, которое ни разу не фигурирует в Торе. Хотя у нас есть такой персонаж, как Элиезер, которого Аврам посылает найти шедух для своего сына, найти пару, и он находит рифку. Зачем нужен Шатхан? Неужели человек современный, который обладает всеми средствами связи, умеет пользоваться интернетом, умеет открывать анкету на сайте знакомых, зачем ему в принципе нужен Шатхан? Или это какое-то такое еврейское хитрое изобретение? Начнем с того, что роль Шатхана в еврейской традиции, она очень интересная. Шатхан – это первые буквы предложения. Обычно Шатхан – это человек, который говорит неправду и берет за это деньги. То есть, на самом деле мы можем говорить о том, что Шатхан – это фиар-агент. Он берет мужчину, которому 56 лет, он лысый, у него высокое давление и сахар, и он его продает как абсолютно аттрактивный продукт, как умного, богобоязненного, семейного. Умение Шатхана продать свою продукцию – это именно то, что вам необходимо. Потому что сами себя представить, возможно, не можете правильно. Шатхан это будет делать вместо вас. Кроме этого, у Шатхана есть огромное количество информации, которую он анализирует и синтезирует. Он находит максимально подходящее к вашим требованиям молодых людей. И необходимость обращаться к Шатхану обусловлена тем, что у него просто есть доступ к информации. Он в состоянии получить информацию, которой вам доступа нет. Ответственный Шатхан проверяет ее. Он может выяснить какие-то личные качества человека, которого он знакомит с вами. Он может сказать – нет, этот человек вам не подходит. Я говорю конкретно о определенных типах Шатхана, таких, допустим, как Тимири. Теперь я могу сказать, что по тому, сколько мы знакомы, то, с какой ответственностью личной ты относишься к вопросу выбора пары, тех, кто к тебе обращается. Честно говоря, сложно найти себе… Это не потому, что мы знакомы. Более серьезного Шатхана я не могу себе представить. Серьезного, ответственного и эмоционально вовлеченного. Теперь, в чем заключается работа Шатхана? Шатхан собирает информацию, он ее предоставляет вам, вы уже сами решаете, вам нравится претендент или нет. Вы это решаете после встречи. Шатхан не обязан брать на себя ответственность за ваше решение. Он дает вам техническую информацию, что с ней делать вы решаете сами. Теперь, обвинять Шатхана в том, что претендент оказался не тем, мы не имеем никакого морального права, потому что это ваша интуиция, это ваше ощущение себя некомфортно, не некомфортно, как ведет себя претендент на встрече. Это тоже от Шатхана не зависит. Это ваше решение, это ваша ответственность. И поэтому те, кто обращаются к Шатхану, они перекладывают на него часть необходимой очень рутинной работы, поиска и подгона огромного количества молодых людей и молодых девушек, которые долго ищут, уменьшает поле поиска. Поэтому я сама для своих детей, я ищу через Шатхана, ищу шудухи. Я советую это делать всем остальным. Но опять-таки я подчеркиваю, ответственность в любом случае, обращайтесь к Шатхану или нет, она лежит на вас.